Давным-давно в далёкой-далёкой стране жила-была очень милая девушка по имени Карен. Она жила в крошечном домике вместе с матерью и была очень счастлива. Она то и дело расспрашивала свою маму обо всём на свете. Мама, а что это за крошечные огоньки в небе? Это звёзды, Карен. Каждый, кто живёт на земле, в конце концов превращается в звезду. И сияет нам вечно. У Карен была только одна игрушка, одно платье и пара деревянных башмачков. Их и сделала мама, и они были не очень удобными. Но это была единственная обувь, в которой можно было выйти на улицу. Однажды мать Карен сильно заболела. А девочка отправилась в город, чтобы купить для неё лекарства. И по дороге на обочине в коробке она нашла пару красных туфелек. Туфли так понравились девочке, что она не могла не принести их домой. Смотри, мамочка, я нашла их на обочине. Они такие красивые, как раз для меня. Дочка, скорее всего эти туфли какой-то другой девочки. Ты должна скорее отнести их обратно. Но если бы эти туфли были другой девочки, она бы не оставила их там. Может быть, она уронила её случайно? Тогда она не должна была его ронять. Я нашла их, теперь это мои туфельки. Детка, послушай меня. Возможно, я не могу купить тебе новые туфли. Но я не хочу, чтобы из-за этого ты носила чужие. Пожалуйста, не упрямься. Обещай, что не будешь носить эти туфли. Карен загрустила, но пообещала маме не носить красные туфельки. И спрятала их под кровать. Долго ли, коротко ли, но однажды Карен вернулась домой. И не смогла найти свою маму. Она оглядела всё вокруг, а потом поняла, что мама превратилась в яркую звезду на небе. На следующий день на похороны матери Карен надела эти красные туфли. И все, кто пришёл на прощание, не могли оторвать от них глаз. О боже, как неуместно! Это же неуважительно! Как она могла надеть такие яркие туфли на похороны? Но Карен это не волновало, потому что ей нравились её туфли. В это время мимо кладбища проходила одна добрая старушка. Пойдём со мной, красавица! Я сделаю всё, чтобы ты выросла умницей и была счастлива. Карен согласилась. Много лет она жила со старушкой. Карен, ты носишь эти туфли с самых похорон своей матери. Пора бы снять их, они уже совсем грязные. Нет, я люблю свои туфли. О, Карен, не будь такой упрямицей. Давай, переобувайся. Я куплю тебе туфли получше. Обещаю. Карен не хотела обидеть старушку, которая была к ней так добра. В конце концов, она сняла свои красные туфли и выбросила их. Спустя несколько дней девочка играла в своей комнате, а приёмная мать-старушка принесла ей новую пару туфель. Но Карен эти туфли совсем не понравились. Но они же синие, как некрасиво. Они мне совсем не понравились. Карен очень скучала по своим красным туфлям. Она превратилась в красивую молодую леди. Но её упрямство никуда не сделалось. Даже когда старушка сделала ей очередной подарок, она заявила, что он ей не нравится. Я такое не ношу. Но я же вяжу это для тебя. Я ни за что не буду это есть. Сделай мне картошку фри. Хотя бы кусочек откуси, дорогая. Старушка очень устала от вредного характера Карен. Но всё же приготовила для неё картошку фри. Когда она пошла позвать её к столу, Карен снимала голубые туфли, которые стали ей малы. Смотри, все мои вещи теперь маленькие. Я выросла. Ну, пойдём купим тебе новую одежду и обувь. Старушка и Карен пошли в магазин. А, смотри! Прямо как мои любимые красные туфли. Я хочу такие же. Давай купим их. Карен, тебе не нужны такие яркие красные туфли. Тебе нужны туфли, которые ты можешь носить в любой день, как если бы нам нужно было идти на похороны. Я могу купить тебе только одну пару. Давай возьмём эти чёрные и пойдём домой. Я очень устала. А мне всё равно. Если ты не купишь обе пары, я буду везде ходить босиком. Фу! Ах, малышка, ну почему ты такая упрямая? На последние деньги старушка купила обе пары для Карен, чтобы та, наконец, успокоилась и не ворчала. Домой пришлось идти пешком. По дороге у старушки сильно разболелись ноги, и она не могла угнаться за избалованной девочкой. Но Карен не обращала на это внимания. Она весело шла домой в своих новых красных туфлях. Однажды приёмная мать сказала Карен, что им нужно поехать на похороны в город. Карен, не забудь надеть чёрные туфли, иначе это будет неуважительно. Понимаешь? Карен посмотрела на чёрные туфли, а потом на ярко-красные. И решила надеть свои любимые туфли. Выходя из дома, она прикрыла их своей юбкой, чтобы старушка ничего не заметила. Однако на похоронах все увидели, что у Карен красные туфли. Они так и бросались в глаза. Люди говорили между собой о красных туфлях Карен и о том, как это неуважительно выглядит на похоронах. Когда эти разговоры услышала старушка, она очень рассердилась. Ты не послушала меня, Карен. И снова надела эти красные туфли. Ты такая упрямая. Да где же твоё уважение к старшим? В то время мимо проходил красивый молодой лорд. И он был поражён красотой Карен. Он подошёл к девушке, опустился на колени и засыпал её комплиментами. Ты так прекрасна и так нежна в этих великолепных туфлях. Ах, милорд, ты заставляешь меня краснеть. Должно быть, ты очень хорошо танцуешь. Я приглашаю вас сегодня вечером на бал во дворце. Восхищённая предложением лорда, Карен начала танцевать от радости. Но вдруг поняла, что не может остановиться. Ах, ах, я не могу остановиться. Что происходит? Ах, 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 что такое? Карен стала удаляться от старушки и лорда прямо в танце. Карен, вернись! Хотя лорд пытался догнать Карен, он потерял её из вида. Красные туфли Карен оказались ещё более упрямыми, чем она сама. Они довели её до вершины горы и заставили танцевать день и ночь целых три дня подряд. Ноги Карен болели так сильно, что она кричала на каждом шляпе. Туфли танцевали без остановки. Они топали прямо по грязи и нацепляли колючек. Но всё равно шли в пляс. Хватит! Я очень устала! Отныне я не буду такой упрямой! Я обещаю! Пожалуйста, остановитесь! Пожалуйста! Ну, пожалуйста, остановитесь! Туфли! И когда Карен сказала, что больше не будет упрямой, красные туфли соскочили с её ног, и девушка тоже упала на землю. А туфельки продолжали танцевать без неё. Карен нашла палку, и, хромая от боли, добралась до дома. Каждый шаг был для неё настоящей пыткой. Увидев свой дом, она заплакала от счастья. Старушка встретила её в дверях, и они обнялись. Я знаю, что была очень упрямой девочкой, но обещаю, что больше так не буду. После того, как Карен перестала упрямиться, всё изменилось. Однажды кто-то постучал к ней в дверь. И это был молодой, прекрасный лорд. Вот ты где, Карен! Я старался не отставать, но ты так быстро танцуешь! Как у тебя так получается? Карен была рада видеть молодого, прекрасного лорда. Это был день, когда началась их любовь. Оставив упрямство, Карен жила счастливо и мирно со своим возлюбленным. Давным-давно в маленьком городке жили-были брат и сестра. Мальчика звали Гарри, и он был очень непослушным. А девочку звали Салли. Она была умной и прилежной, но в то же время очень забывчивой. Гарри и его старшая сестра Салли жили очень бедно. Они постоянно голодали и часто ложились спать на пустой желудок. И из-за этого ночью им было трудно заснуть. Как-то раз Салли была особенно голодна. Ее живот громко урчал. Ах, мы уже несколько дней ничего не ели. Сейчас бы хоть корочку хлеба. Салли захотела прогуляться в парке, чтобы забыть о голоде, и вышла из дома. Она взяла с собой флягу с водой. Через некоторое время ей захотелось выпить немного воды и отдохнуть. Однако, как раз в этот момент перед ней появилась пожилая женщина в поношенной одежде. Хе-хе-хе-хе. Девочка, дай мне глоток воды. Я уже несколько дней не пила ничего. Пожалуйста, я так хочу пить. Хе-хе-хе. Конечно, вот пожалуйста. Ты можешь пить столько, сколько захочешь. Старуха выпила воду и в одно мгновение превратилась в прекрасную молодую фею. Ох, фея! Я хочу поблагодарить тебя за твою помощь. Загадай любое желание. Дорогая фея, мы с братом Гарри очень бедны и голодаем уже несколько дней. Не волнуйся. Как только вернешься домой, посмотри на стол. Там ты увидишь волшебную чашу. Волшебная чаша? Да. Стоит сказать, вари чаша, приготовь что-нибудь вкусное. Она приготовит сладкую кашу. А если сказать, хватит чаша, не вари, она перестанет готовить. Теперь вы с братом никогда не будете голодать. Спасибо тебе, дорогая фея! Эй, милая девочка, не забудь волшебные слова. Салли побежала домой. И как сказала фея, на столе она увидела чашу. Сестра, откуда взялась эта причудливая миска? Она не причудливая, Гарри, а волшебная. Хорошо, но что хорошего в пустой миске, даже если она волшебная? Лучше посмотри и молчи. Вари чаша. Приготовь что-нибудь вкусное. После волшебных слов чаша внезапно нагрелась и начала варить сладкую кашу. Но как же? Как это происходит? Чаша и правда волшебная. Мы больше не будем голодать. Гарри и Салли съели не одну и не две, а целых десять тарелок сладкой каши. И когда они наконец наелись, Салли произнесла волшебные слова, чтобы чаша больше не варила. О, наконец-то я сута! Я могу есть эту кашу каждый день! Ты не поверишь, как я ее достала! Сейчас расскажу. Салли и Гарри ели сладкую кашу каждый день. И она им не надоедала. Однажды Салли надо было уйти из дома. Она хотела рассказать своему брату, как остановить чашу. Эй, Гарри, мне надо тебе кое-что сказать очень важное. Иди сюда! Гарри не послушался сестру и ничего ей не ответил. Салли пошла к нему сама, но по дороге забыла, что собиралась сказать, потому что была очень рассеянной. Что тебе нужно, Салли? Зачем ты пришла? Я сплю, разве ты не видишь? Я собиралась сказать что-то очень важное, но... Ты забыла? Ха-ха. Как обычно, Салли. Какой ты противный, Гарри. В любом случае, я лучше пойду. Но как только девочка вышла на улицу, она вспомнила, что должна была сказать своему брату. О, теперь я знаю, что мне надо было напомнить ему, как остановить волшебную чашу. Ну что ж, Гарри все равно не проснется, пока я вернусь. Но, конечно, Гарри проснулся, когда ее не было дома. Как назло, он сильно проголодался. Вари, чаша, приготовь что-нибудь вкусное. Волшебная чаша начала нагреваться. В доме снова запахло сладкой кашей. Гарри съел большую тарелку сладкой каши и хотел остановить чашу. О, как я много съел. Думаю, для завтрака хватит. Остановись, чаша, не готовь больше. Остановись, я сыт. Но волшебная чаша не переставала готовить, потому что это были неправильные слова. Я сказал, остановись, миска, тарелка, горшок, как тебя там, остановись. Но волшебная чаша все продолжала варить. Да хватит же. Что мне теперь делать? Чаша не останавливается. Стой, дурацкая миска. Тут все будет в каше. Что бы ни говорил Гарри, в чаше продолжала вариться сладкая каша. К тому моменту, как Салли вернулась домой, почти весь дом был полон каши. Мой брат, наверное, еще не проснулся, так что сейчас я приготовлю ему вкусную кашу. А, что такое? Что тут творится? Салли не смогла открыть дверь дома и посмотрела в окно. Она увидела, что весь дом был полон каши, так как ее брат Гарри не смог остановить волшебную чашу. Черт возьми! Черт возьми! О, это ужасно! Гарри! Гарри! Ах, Салли, помоги мне, я сейчас упаду! Прекрати, миска, я сыта! После волшебных слов Салли, чаша, наконец, перестала варить кашу. А Гарри, который чуть не утонул, был спасен. Спасибо тебе, Салли! Так что же, мы теперь будем делать со всей этой сладкой кашей. В нашем доме все в ней. Она просто кругом. У Салли возникло отличная идея. Она пошла и позвала других своих бедных соседей. Они выстроились в очередь перед домом Салли. Пока Гарри наполнял тарелки вкусной кашей, Салли раздавала их голодным соседям. Большое тебе спасибо, Салли. Ты накормила нас. Вкуснятина! Так вкусно! Гарри и Салли были очень рады помочь таким же беднякам, как они сами. Было приятно сделать хорошее дело. Вдруг к ним подошел старый мужчина. О, это правда! Волшебная чаша существует! Я несколько дней шел пешком, чтобы найти еду для своей жены и детей. Я так устал! Пожалуйста, отдайте мне эту чашу! Что нам делать, Салли? Если мы отдадим волшебную чашу, мы оба умрем с голоду. Не думай об этом, Гарри. Дети не должны голодать. Возьмите чашу и отнесите ее своей семье. В этот момент человек превратился в прекрасную юную фею. О, вы та фея, которая подарила мне чашу! Вы сделали меня по-настоящему счастливой, Гарри и Салли. Вы накормили бедных людей и помогли человеку, чьи дети были голодны. В обмен на вашу доброту вы можете навсегда ставить себе волшебную чашу с кашей. Правда? Правда! Ура! Хе-хе-хе-хе! С тех пор Гарри и Салли раздавали кашу беднякам каждый день. Их щедрые сердца были такими же бездонными, как чаша, которая варила им кашу. Когда они ели вместе и видели счастливых детей, молодых и стариков сытыми и довольными, то понимали, что доброта спасет мир. Спасет мир. Субтитры